4 тысячи военнослужащих и 300 единиц военной техники. В Римне прошли учения подразделения оперативного командования Запад. Бригады отрабатывали наступление, штурм, форсировали водные преграды и обороняли свои позиции. За ходом маневров наблюдали представители НАТО и наши корреспонденты. Римненский полигон. Здесь проходят масштабные бригадные тактические учения со стрельбой. Их проводят 10-я отдельная горноштормовая бригада из Ивано-Франковской области и артиллеристы из Тернополя. Тактическая обстановка максимально приближена к боевой. Враг затаился на противоположном берегу реки. Первый бой идет армейская авиация. После этого удара по позициям условного врага задействуют разведчиков. С воздуха об снуку в тылу противника изучает самолет Л-39 «Альбатрос». Отпрацовывается питание ведения наступального боя, в ходе которого будут вестись рейдовые и штурмовые действия. Кроме того, в ходе наступа бригада будет форсировать водную перешкоду, вплавь понтонным засобом, и будет действовать переправа танков под водой. Следующий этап преодоление реки. Украинские разведчики, ступив на берег, корректируют артиллерию. Далее самая сложная задача – переправить на противоположный берег людей и технику. Испытывают все способы, как по воде, так и под ней. Применяют понтонные переправы. Через реку плывут БМП и танки. Врага победили и оттеснили. Оборону организовали. Такие учения – это очередная возможность проверить свои силы и показать боевые навыки. Уверяет военный с позывным «жевтый». Он 8 месяцев защищал от врага позиции на Донбассе. Тут работаем навыки, злагоджение боевое, работаем коллективные связки, потому что боевый коллектив – это основное. Ну и каждый что-то новое выучает тут, сколько бы не воевал, а завжди что-то новое можно научиться от поплечников, от командиров. За учениями наблюдали военные атташе стран-членов НАТО и представители Генштаба вооруженных сил. Для меня это честь быть здесь, в Украине. Как американский военный, который прослужил в армии более 30 лет, я поражен увиденным сегодня здесь, на полигоне. Должен отметить, что задачи, которые украинские военнослужащие отрабатывают в ходе учений, требуют от каждого чрезвычайного опыта, согласованности действий, навыков и дисциплины. Этот элемент отработан, я считаю, достойно. И мы видим, что штаб бригады, командование бригады способен действовать управление, подраздели особого склада способен действовать активно, профессионально, достаточно подготовлено для выполнения подачи задач. Выполнять боевые задачи армейцы 10-й горно-штурмовой бригады вскоре будут уже в зоне проведения операции объединенных сил. Снежана Сидоров, Николай Васильев, подробности телеканал Интер, Римминская область.